Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о российском футболе. Последнее время в нашем чемпионате вновь пошла мода на тренерские отставки. И если посмотреть команды высшей лиги, то из 16-ти 7 успели поменять у себя тренеров. С одной стороны это отчасти логично, если совсем не идет и как-то нету света в конце тоннеля, то нужно менять тренера. С другой стороны, знаете, есть у меня опасения, что это может привести к очередной тренерской чехарде, которая не раз была в нашем отечественном чемпионате. Но давайте сейчас сосредоточимся на другом вопросе. У нас есть 7 тренеров, которые пришли в свои команды по ходу сезона. И мне хочется проанализировать, насколько успешны были эти перестановки. И смогли ли эти наставники улучшить результаты команд, качество их игры. И дали ли они новый толчок для развития этих коллективов. Потому что как только тренера меняют, сразу появляются новые надежды. Однако оправдывают ли они эти надежды? Давайте в этом вопросе разберемся. У нас будет рейтинг из 7 наставников, которые пришли по ходу сезона в свои команды. Начиная от худшего, который ничего толком не поменял. Переходя к лучшему, который изменил буквально все. Итак, давайте начнем с того наставника, который, на мой взгляд, ничего толком не поменял. И это Игорь Шалимов, который заменил Рашид Маматкуловича Рахимова по ходу сезона в Ахмате. Здесь сравнивать их эффективность достаточно просто. Потому что и тот, и другой провели по 11 матчей в текущем чемпионате России. Однако статистика здесь вроде как в пользу Шалимова. Он набрал за это время 11 очков, Рахимов 9. Однако здесь нужно учитывать ряд нюансов. Во-первых, у Шалимова объективно лучший состав. Зимой команда неплохо укрепилась, подписала Богосаваца, того же самого Нинахова, который неплохо себя пока что проявляет. Подписали они Ильина. И в целом сейчас обойма у Шалимова лучше. К тому же восстановился целый ряд ведущих исполнителей, которые были травмированы по ходу первой части сезона и периодически выпадали. Сейчас у Шалимова, что называется, все карты на руках. Казалось бы, вот показывай качественный футбол. Тем более, что у него было время подготовить команду по своему разумению. Был зимний перерыв. Но пока что мы видим, что коллектив может быть и боевитый, но очки набирать перестал. И вот этот стартовый какой-то отрезок, когда на эмоциях Ахмат набирал баллы, сейчас он сменился очередным кризисным этапом, когда Ахмат вновь начал погружаться на дно турнирной таблицы. И Шалимов, на мой взгляд, одна из главных причин. У команды нет выстроенного рисунка. Да, формально, опять же, можно сказать, что Шалимов набрал больше очков, чем Рахимов. Но у Рашида Маматкуловича была понятная система. Да, не особо яркая, не особо броская, но работающая. А Шалимов, он вроде как бывший спартаковец, и сейчас пытается больше владеть мечом, больше атаковать, больше играть в комбинации и в контроле. И это далеко не всегда приводит к нужным результатам. На мой взгляд, самая главная проблема в том, что состав не особо удовлетворяет такому стилю игры. И здесь есть серьезные проблемы, которые Шалимов не хочет решать. Играть с Глушаком в роли ведущего опорника в сверхатакующем стиле бесполезно. А Ахмат периодически пытается это делать. И таким образом получать проблемы именно отсюда. Из опорной зоны, где Денис Глушаков, который в лучших своих сезонах не всегда успевал полностью накрыть опорную зону, здесь и сейчас затридцать никому, и он проваливается слишком часто. А тренер этого будто не замечает. Короче, ситуация такая. Шестое место, и это Емельянов, который сменил Федотова на тренерском мостике в Оренбурге. Пока что здесь сложно сравнивать статистику напрямую, потому что у Емельянова 4 матча всего лишь было во главе Оренбурга, а у Федотова 18. Но если посмотреть по средней эффективности, то здесь выходит интересный нюанс. Емельянов в 4 матчах набрал 4 очка, то есть в среднем 1 очко за игру. У Федотова было 19 очков в 18 матчах. То есть немножко все-таки Федотов его превосходит. И при этом хотелось бы отметить важный нюанс. Федотов прошел с командой через тяжелейший этап сезона, потому что вспомните, что мы говорили о Оренбурге летом, что они потеряли почти весь состав, что у них сейчас критическое положение, что у них будет фактически новая команда. И она действительно строилась почти что с нуля. Но Федотов смог с этим справиться, пережить тяжелейший момент сезона, выстроить коллектив, с которым сейчас работает Емельянов. Вот знаете, в отличие от случая с Оленичевым и Каррерой, здесь, я думаю, можно смело говорить, что новый наставник работает на багаже старого. Поэтому здесь Федотов, это, конечно, потея огромная для Оренбурга, но здесь они были людьми подневольными. Потому что, ну, скажем так, люди, которые курируют все эти команды, они решили, что Федотов сейчас куда уместнее в футбольном клубе Сочи. В более, знаете, такой важной, что ли, команде из всей вот этой системы. Зенита, Сочи и Оренбурга. Команд, которые регулярно меняются футболистами и теперь еще меняются тренерами. Поэтому здесь Емельянов более-менее справляет с своими задачами. Если не брать, конечно, то позорище, которое было как раз в матче против Сочи. Но в остальном посмотрим, как он покажет себя в оставшейся части чемпионата. Следующий тренер – это Леонид Слуцкий. Он у нас сейчас на пятом месте в этом рейтинге. И хотелось бы отметить, что по очкам он, несомненно, прибавил по сравнению с Шароновым. У Шаронова было все ровненько. 19 очков в 19 матчах по баллу за встречу. У Слуцкого 4 очка в трех матчах. 1,3 балла. При этом хотелось бы отметить, что эти очки набирались вопреки негативным обстоятельствам. Дважды Рубин остался в меньшинстве. И, в принципе, как мы видим, добивается команда более-менее удобоваримых результатов. Мало они пропускают. Всего мяч за три встречи. Рубин активно наигрывает новичков. Что, конечно, с одной стороны, правильно. Потому что команде нужно обновляться для прогресса. С другой стороны, это сложная задача для Слуцкого. Которому нужно по ходу сезона строить фактически новую команду. И, в целом, он пока что более-менее справляется. Есть свои нюансы, есть проблемы. Но они объективны и неизбежны. Учитывая то, что команда не сыгранная. И что здесь нужно срабатывать новые сочетания. Поэтому Слуцкий, в принципе, уже приносит определенную пользу. Посмотрим, что будет дальше. На следующем, уже получается, четвертом месте у нас находится Доминико Тедеско. Человек, который пришел вместо Кононова. И, во-первых, улучшил результаты. При Олеге Кононове было 14 очков в 12 матчах. В среднем это за одну игру. 1,16. При Тедеско 14 очков в 10 играх. Это 1,4. То есть улучшение здесь заметно. При этом Спартак прошел в решающей стадии Кубка России. Спартак обыграл в дерби и ЦСКА, и Локомотив. И, в принципе, видно, что команда преображается. Коллектив перешел по Тедеско на иную схему игры. По Тедеско многие футболисты, которые деградировали при Кононове, начали прибавлять. Тот же самый Зобнин, некоторые другие исполнители. По Тедеско продолжился прогресс Бакаева. По Тедеско очень неплохо внесли в игру команды новую струю в виде Соболева и его силовой манеры действий впереди. При Тедеско команда преобладрилась психологически. Это заметно. В общем, знаете, при Доминико действительно Спартак стал интереснее, ярче и любопытнее. И появился, что самое главное, свет в конце тоннеля, появилась надежда на возрождение коллектива. Поэтому он попадает на четвертую строчку, не самую высокую в рейтинге, но выше, те наставники, которые себя показали еще интереснее. Вот, например, Владимир Федотов. Он в четырех матчах набрал уже 9 очков в Сочи, и таким образом его показатель 2,25 очка за игру. И это, конечно, колоссальная разница по сравнению с предыдущими наставниками, которые в 19 матчах набрали 18 очков, то есть меньше очка за встречу. Слишком серьезная разница в результатах и определяет то, что Федотов у нас оказался на третьем месте. И главное, есть ощущение, что при нем команда действительно прибавила в солидности, основательности, что команда действует куда логичнее, что футболисты-новички многочисленные, звездные, можно сказать, они в кое-то веке начали показывать нужный футбол. Ну и обратите внимание, как Кокорин здорово действует. Несмотря на почти двухлетнее отсутствие, вот при Федотове он показывает прекрасную стилистику и прекрасный футбол впереди. И что очень важно, Сочи смотрится достаточно надежно в защите и достаточно интересно в атаке. То есть это сбалансированная команда, чего не было в первой части сезона. И да, я понимаю, сейчас снова будут вспоминать нелепейший и очень подозрительный матч Оренборга и Сочи. Но так как доказательств у нас нет, давайте говорить о том, что имеется. Федотов приносит результат, при нем команда играет лучше, это несомненно. И есть надежда на то, что Сочи может не просто выбраться из зоны вылета, но и стать стабильным серьезным коллективом в нашем футболе. Ну а на втором месте среди лучших новых наставников у нас Кирилл Новиков. Он действительно преобразил Динамо. И хотелось бы отметить, что в 10 матчах под его руководством Динамо набрал 20 очков по 2 балла в среднем за матч. При Хохлове, напомню, было 10 очков в 12 матчах, меньше одного. То есть ощутимая разница. При этом Новиков на первых порах сменил расстановку очень удачно на трех центральных защитников. И Динамо прибавил в этой модели игры в этой части сезона после зимней паузы. Он перешел на четверку футболистов обороны. И тоже команда выглядела неплохо в этой расстановке. Поэтому тренер он с мыслями, с идеями, с определенными перестройками и перестановками. Он использует тех футболистов, которые сидели на скамейке у того же самого Хохлова. Например, в центре обороны Ордец начал наигрываться. Он преобразил Рауша, который начал показывать приличный футбол. При нем многие другие футболисты начали потихонечку приходить в себя. При нем команда, вполне возможно, наконец-то решит вопрос с центральным нападающим. Камличенко при Новико очень неплохо и толково играет. Ну и самое главное, есть до сих пор надежда, что Новиков, как бывший тренер дубля, рано или поздно начнет подтягивать молодежку. И будет ее активно заигрывать. Что будет очень интересным моментом и для Динамо, и для сборной России. Ну а лучший наставник нашей страны, который вот пришел по ходу сезона, это, несомненно, Сергей Первушин. Вот уж человек, который изменил все. Вспомнить, такой был замечательный фильм. Кстати говоря, тоже про спортивную составляющую. Это был фильм с Брэдом Питтом касательно менеджера команды по американскому футболу. Или по бейсболу. А, по бейсболу, да. Оукленд Атлетикс. Так вот, вот здесь Первушин. Он на самом деле, так же, как и герой Брэда Пита, пришел в команду и все преобразил. При Григоряне, как бы мы ни относились к нему, у него были плохие результаты. Вот ей-богу. 12 матчей, 8 очков. 0,6 балла за встречу. При Первушине в 9 матчах 17 очков. И показатель на 0,88 за встречу. Это улучшение в 3 раза. В плане эффективности, в плане набранных очков. И видно, что команда прибавляет. Что команда преобразовалась. Что сейчас они играют по обновленной схеме с тремя центральными защитниками. В принципе, подобные эксперименты были и по игре Гайани. Но именно Первушин сделал эту модель игры ведущей и основной. При нем прибавили многие отдельно взятые исполнители. Обухов, Мелкадзе. Посмотрите, это настоящие открытия текущего сезона. Многие другие футболисты здорово сейчас действуют. Обороны команды в какой-то веке не похожи на дырявое расчету. И понимаете, вот этот клуб тамбов, который многими воспринимался как живой труп. Как команда, которая должна вылететь. Потому что по сути своей, она даже дома не играет у себя на стадионе. У нее скромный бюджет. Слабоватые футболисты. Средненький состав. И начало сезона было откровенно провальное. Многие считали, что все. Конец этой команде. Ну вот, пришел Первушин и показал великолепную работу. Так что мне кажется, что этот наставник имеет серьезное будущее в нашем футболе. И возможно, не только в тамбове. Посмотрим, какие коллективы с деньгами и мощным составом могут заинтересоваться таким-то наставником. Который так преобразил свою скромненькую команду. С вами был Константин Калуцкий. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. И на мой канал, посвященный кино и сериалам. Ссылка здесь в описании. Всем удачи, всем пока.